Давайте поговорим о других городах России. Так, в Краснодаре масочный режим блокирует движение общественного транспорта. Власти указали водителям и кондукторам, чтобы транспорт блокировался, никуда не ехал, пока нерадивый гражданин не достанет маску и ее не оденет. А до тех пор трамвай будет стоять, будут пробки, никого это не волнует. Странное какое-то решение. Полномочий у водителей и у кондукторов таких полномочий нет. Им ничего не остается, как блокировать трамвай. Транспорт простаивает, создаются пробки, люди не успевают на работу. Предприятие не тянет убытки, но кого-то волнует, сказали, сделайте. Такая вот ситуация сложилась. Давай, следующий. А тем временем в Москве пассажирка такси попросила водительницу такси, тоже женщину, чтобы та одела маску. Но ее не поняли, нагрубили ей, заставили выйти из такси, причем с применением силы. Женщина, пассажирка опоздала. Опоздала на поезд. А ехала на похороны к своей родственнице, которая умерла от ковида. Ну, понятно, почему она требовала, чтобы водительница одела, точнее не водительница, а воительница одела маску. Но та ее не поняла. Пока идут споры о том, стоит ли указывать нацию, национальность потенциального правонарушителя. Кстати, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о том, чтобы в СМИ не указывали национальность правонарушителя. Меня интересует вопрос, а стоит ли указывать пол потенциального правонарушителя, например? Стоит ли указывать, что это была водительница или водитель? И вообще, как быть? Вы как думаете, стоит ли указывать пол правонарушителя или не стоит, наряду с национальностью? Я думаю, что нет.